приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня приготовим сыр родом северной северной италии из региона венеция называется монтазия в честь одной из горы в итальянских альпах сыр достаточно неординарный почему он неординарный потому что он классифицируется как полутвердый может созревать от двух месяцев до года и больше и вот на ранних станет стадиях созревания начиная двух месяцев это сыр можно использовать как лунтивой на более поздних стадиях которые ближе году его можно использовать как терочный сыр этот сыр очень очень часто используется в итальянской кухне, как терочный сыр именно для присыпки блюд, допустим, для присыпки пасты, салатов и так далее. Также необычный вкус сыру Монтазио добавляет два ингредиента. Для посола сыра используется натирка розовой гималайской солью, причем натирается он в два этапа, но об этом чуть позже. Также на определенных этапах созревания у сыра создается корочка с помощью натирки меда. Вот такой вот интересный будет сыр. Мы его будем использовать как ломтевой сыр, то есть созревать он у нас будет два месяца. Естественно, через два месяца будет отдельное видео с дегустацией. И вот в таком вот виде он подается, хорошо сочетается, вернее, с белым вином, с орехами, с медом. Я очень люблю вообще сыр с орехами и с медом, поэтому к нам пришла идея приготовить Монтазио и, естественно, поделиться с вами рецептом. Давайте пройдемся по ингредиентам. Все точное количество ингредиентов, исходя на 20 литров молока, мы будем сегодня варить Монтазио из 20 литров молока, вы найдете в описании видео. Также найдете пошаговый текстовый рецепт приготовления. Но сейчас вкратце расскажу. Значит, нам понадобится сухая термофильная закваска, порошок прямого внесения. Также понадобится для этого сыра специальные бактерии, лактобацилус или лактобактерии хилвентикус. Блин, конечно, эту латынь выговаривать. В общем, правильное название тоже будет в описании. Это как бы такой бактериальный пробиотик, который способствует хорошему развитию других лактобактерий, а также способствует росту полезной плесени. Допустим, эти бактерии мы добавляли в недавно приготовленный сыр Томи, который сейчас вызревает и выглядит достаточно красочно. Но в данном случае с сыром Монтазио нам эту плесень придется тщательно удалять на первых этапах созревания. То есть, первый месяц вообще нам сыр каждый день надо будет обмывать соленым раствором. Ну, вот такой вот рецепт. Также понадобится сычужный фермент. Мы будем использовать сухой сычужный фермент растительного происхождения. Можно использовать любой сычужный фермент, какой вам больше нравится, какой у вас есть или с каким вы больше привыкли работать. Ну, как всегда замечу, что я люблю больше растительный фермент, я неправильно сказал, молокосвертывающий фермент. То есть, растительный не может быть сычужный, естественно. Вот. Мы предпочитаем растительный молокосвертывающий фермент, потому что он более прогнозируемый, ну и меньше, меньше, у него требовательный к условиям хранения. Поэтому там пересылка по почте и так далее не могут его полностью испортить. Для посола нам понадобится 20-процентный солевой раствор, также нам понадобится розовая гималайская соль для натирки сыра и понадобится мед. Естественно, понадобится хлористый кальций. Смотрите, по ГОСТовским нормам постоянно задают вопросы по хлористому кальцию. По ГОСТовским нормам хлористый кальций добавляется в размере от 10 до 40 грамм на 100 литров молока. Обычно его добавляют только в пастеризованное молоко, но я предпочитаю в минимальной дозе добавлять и не в пастеризованное. То есть, если вы пастеризуете молоко, если вы не уверены в своих поставщиках молока, в молочниках или в животных, тогда вы добавляете из расчета 30-40 грамм на 100 литров, то есть 3-4 грамма сухого порошка на 10 литров. Мы уверены в своих молочниках, поэтому большинство сыров, за исключением сыров, в которые добавляются плесневые культуры, мы делаем из непастеризованного молока. Но все равно я предпочитаю добавлять минимальную дозу хлористого кальция из расчета 10 грамм на 100 литров сухого порошка или же на 10 литров 1 грамм. Естественно, хлористый кальций, мы из него делаем 10% раствор в нужном количестве и в молоко уже непосредственно вносим раствор. Что касается самого молока, как я уже неоднократно говорил, молоко для сыра, которое надойное сегодня не подходит. У молока есть бактерицидная фаза и просто есть в молоке свежим надойным содержатся естественные антибиотики, которые вырабатываются у животного. Поэтому оно не скиснет, на него не будет действовать закваска. Заквасочная культура в нем просто погибнет, бактерии не будут размножаться, таким образом мы не сможем повысить кислотность молока. Поэтому молоко для любого вообще сыроделия, это аксиома, используется только вчерашнее. Молоко вчерашней дойки и так как сыр длительного срока созревания, то мы будем использовать полу обезжиренное молоко. На молоке со вчерашнего дня поднялось вот такое вот количество сливок. Видно в камеру, не видно, ну вот где-то вот так вот. Мы вручную, механическим методом, вот так вот ложечкой, ну какие сливочки, снимаем половину этих сливок, готовим из них сметану или домашнее масло, что в вашей душе заблагорассудится. Для приготовления сыра нам понадобится нагреватель. В качестве нагревателя нельзя использовать электрическую или газовую плиту. Почему? Потому что, когда мы нагреваем кастрюлю, допустим, нам надо нагреть молоко до 30 градусов. Но надо понимать, что, допустим, у вас газ, на этом газу стоит кастрюля. Так вот, донышко кастрюли, при том, что молоко еще холодное, донышко кастрюли нагревается до температуры 250-300 градусов, то есть оно достаточно горячее от контакта с горелкой. От этой температуры те бактерии, которые находятся в контакте с донышком, они погибают. Так как происходит перемешивание молока, то мы получим погибание большого количества бактерий. Поэтому используем только водяную баню. Мы в данном случае используем настольный мармит. У нас на канале есть обзор этого мармита. Если у вас нет такого оборудования, не беда. Берем две кастрюли, одну побольше, вторую поменьше. В ту, которая побольше, наливаем воды так, чтобы, когда мы туда поставили поменьшую, донышко ее касалось поверхности воды. Получаем классическую водяную баню, нагреваем просто на газу, на любой, на электроплите. Нам понадобится, естественно, форма для изготовления сыра. У нас в данном случае трехкилограммовая форма. Мы рассчитываем получить где-то 2 килограмма из 20 литров молока, 2 килограмма сыра. Нож или лира для нарезки сгустка, друшляк и марля для процеживания молока. И вот такая вот штучка для перемешивания сгустка. Естественно, любое производство сыра предусматривает полную стерильность. То есть, все оборудование должно быть хорошо простерилизовано или в крайнем случае хорошенько обдано кипятком. Итак, друзья, давайте приступим. Сейчас я сниму за кадром уже половинку этих сливок и приступим непосредственно к приготовлению нашего чудесного сырочка Монтазио. После того, как с молока сняты сливки, процеживаем его. Причем процеживать надо любое молоко и пастеризованное, и не пастеризованное в обязательном порядке. Почему? Потому что, так или иначе, в молочке будут небольшие сгусточки. Просто сгусточки молочка. И вот если мы эти сгусточки оставим, то колонии бактерий, которые мы будем заселять сыр, они не будут распределяться по всему количеству молока. А, смотрите, вот такая вот штука остается, а будут собираться вокруг этих сгусточков. Следовательно, мы не получим правильное повышение кислотности и не получим правильное образование сгустка. Процеживаем все молоко, друзья. И еще хотел сказать по поводу магазинного молока. Очень часто задаете вопросы. Магазинное молоко можно использовать только пастеризованное для приготовления сыра. Ультра пастеризованное, гомогенизированное молоко. Любое молоко длительного срока хранения не подходит. Длительного срока хранения содержит антибиотики. Сыр из него не получится, потому что оно не скиснет, оно может только сгнить. А функция такая скисать у этого молока утрачена. У ультра пастеризованного и гомогенизированного молока нарушена белковая структура, поэтому сгусток может образоваться, но он будет очень нестабильный, очень мягкий, такой больше как желе. Сейчас процедим все молоко и продох. После того, как молочко процедили, начинаем первый нагрев. Нагреваем молоко до температуры 32 градуса. Нагрев молока контролируем термометром с выносным щупом. Любым термометром можно контролировать. Это не принципиально. Принципиально, друзья, не нагревать молоко быстро. Процесс нагрева должен занять у нас не больше, не меньше, вернее, 30-40 минут. То есть не старайтесь нагреть его быстро. Пусть оно нагревается плавно, это важно. Молоко нагрелось до температуры 32 градуса и наступило время внести хлористый кальций. Во многих рецептах пишут, что хлористый кальций надо вносить после закваски. Я считаю, что нормализовать молоко надо в принципе перед внесением закваски. Поэтому в первую очередь вносим хлористый кальций. Из расчета 1 грамм на 10 литров сухого хлористого кальция, то есть 10 миллилитров десятипроцентного раствора на 1 литр. Соответственно, на 20 литров 20 миллилитров десятипроцентного раствора хлористого кальция. Вносить, как видите, удобно медицинским шприцом. И отмерять удобно, и вносить удобно. Хорошенько перемешиваем и оставляем молоко на несколько минут, поддерживая при этом температуру. Через несколько минут посыпаем на поверхность молока порошок термофильной закваски прямого внесения. И также порошок бактерий Lactobacillus helveticus. Вот как они правильно называются. Оставляем на поверхности молока для регидратации, то есть попросту для намокания на несколько минут. После того, как порошок полностью регидратировался, тщательно перемешиваем его по всему объему молока. Перемешиваем движениями мешалки, которые мы мешаем вверх-вниз, чтобы бактерии распределились по всему объему молока. Продолжаем, накроем сейчас кастрюлю крышкой. Будем поддерживать температуру 32 градуса. И оставляем молоко на 45 минут в покое, друзья. Через 45 минут внесем молокосвертывающий фермент. Если у вас жидкий фермент, охлаждаем код не шатай штатив. Охлаждаем его, вернее, растворяем его в 50 мл охлажденной кипяченой воды. Если у вас сухой фермент, тогда опять же таки берем 50 мл код не шатай штатив, 50 мл охлажденной кипяченой воды и за 10 минут до внесения растворяем в ней сухой фермент. Хорошенько перемешиваем все. Продолжаем, поддерживая температуру 32 градуса. Теперь нам надо определить точку флокуляции, друзья. И, ну, часто задают вопросы, а вот я хотел проверить как работает фермент и не вносил закваску, а просто попробовал на молоке фермент, сгусток не получился. Сгусток не получится. Одного фермента молокосвертывающего недостаточно. Молоко должно достичь определенного уровня кислотности. Для того, чтобы определить точку флокуляции, мы подготовили продезинфицированную крышечку. Просто крышечку, капроновую крышечку для трехлитровой банки обдали кипятком, помещаем ее на поверхность молока. Включаем секундомер и, вот покажи, сейчас крышечка свободно совершенно крутится по поверхности молока. Каждые пять минут проверяем, когда крышечка начнет прилипать, это и будет точка флокуляции или точка начала образования сгустка. Итак, ждем. Через десять минут крышечка полностью прилипла к поверхности молока. Вот видите, ее проворачиваешь, она как бы приклеена на жвачку, возвращается назад. Это значит, что сгусток начал образовываться. Прошло время десять минут. Мультипликатор или коэффициент времени для этого сыра дан два с половиной. То есть, умножаем это время на два с половиной, получается 25 минут. Следовательно, 10 минут уже прошло. Еще 15 минут. Держим сгусток при температуре 32 градуса. Желательно, чтобы температура особо не менялась, то есть, не повышалась и не понижалась. После этого проведем тест на чистое отделение. Друзья, не рассчитывайте на это время, потому что каждое молоко ведет себя по-разному. Помимо этого, каждый фермент ведет себя по-разному. То есть, не думайте, что 25 минут это будет панацея. Обязательно контролируйте точку флокуляции. Вот в данном случае у нас сгусток образовался очень быстро. Почему? Потому что в числе прочего молока у нас было, сколько мы, 6 банок использовали? 7. 7 банок, да. У нас было 6 банок вчерашнего вечернего, одна банка вчерашнего дневного. Следовательно, кислотность в нем была немножко выше. Соответственно, сгусток образовался быстрее. Поэтому в любом случае проверяйте точку флокуляции. Ждем еще 15 минут и будем проверять сгусток на чистое отделение или чистый излом. К моменту начала образования сгустка прошло 15 минут. Всего 25, как я уже говорил. Проверяем сгусток на чистый разлом. Можно на чистый разрез, на чистый разлом проверять. На чистый разлом вот так. Вот так вот разрываем. То есть, если эта поверхность ровненькая получается разлома, значит, формирование сгустка закончено. Теперь нам надо его порезать. Режем сгусток вначале ножом вертикально, крест-накрест. Так, чтобы у нас получили столбики размером где-то 1 сантиметр. То есть, режем вначале в одну сторону, потом в другую. Вот таким вот образом нарезали в длину. Ну, грубо говоря, если у вас кастрюля, то там длины нету. В одну сторону. И следующий рез делаем передикулярно, чтобы у нас получили столбики. После этого оставляем сгусток в покое. Ну, уже вот эти вот нарезанные столбики. Это фактически уже поставленное зерно. Оставляем в покое на 5 минут. 1 минут сгусток опустился на дно и отдал очень большое количество сыворотки. Режем его по горизонтали либо лирой, либо ножом, введенным под углом 45 градусов. Можно еще, как подсказывали подписчики, шампур для шашлыков прямой, не треугольный, а прямой, изогнуть под углом 90 градусов и нарезать сгусток. Режем аккуратно, потому что сгусток очень нежный. Нам не надо, чтобы у нас получилось большое количество сырной пыли, которая останется в сыворотке. Мы ее потеряем в качестве сыра, скажем так. Она у нас останется в рикотте. Кстати, из сыворотки после приготовления сыра можно будет сделать итальянский сывороточный сыр рикотту. Очень вкусная штука. У нас на канале есть видео. Можете посмотреть. Поверьте, вам понравится, друзья. Теперь включаем нагрев. Наша задача в течение 40 минут Сейчас включу секундомер. В течение 40 минут поднять температуру сгустка до 40 градусов. То есть 40 минут 40 градусов. В это время, время от времени, очень аккуратно помешиваем сгусток. То есть не маслаем его, что из силы, а делаем это аккуратно. Сейчас нам Лариса покажет. То есть вот так вот аккуратными движениями. Большие куски, которые у нас остались в процессе. Ларис, надо нежнее. Он очень нежный, чтобы его не раздробить. Большие куски. Вот так вот разрезаем шумовкой о бортик кастрюли. Итак, мы включили нагрев. Ждем 40 минут. И время от времени, примерно раз в 5 минут, аккуратненько перемешиваем сгусток. Через 40 минут зерно нагрелось до температуры 40 градусов. Подними, пожалуйста, не труси, чтобы было видно. Вот такого оно размера. Оно округлилось и очень сильно уплотнилось. Нагрев пока останавливаем. Поддержим температуру на уровне 40 градусов. И продолжаем перемешивать зерно не очень интенсивно в течение 15 минут. Из 15 минут зерно еще сильнее уплотнилось. Можешь, Ларис, поднять на шумовке побольше зерна, чтобы было видно. Вот оно становится кругленькое. Такое, края округляются. Причем, если его попробовать, то внутри оно такое достаточно мягкое. А снаружи корочка уплотнилась и она достаточно твердая. Если так происходит, значит все правильно. Поднимаем температуру до 44 градусов. Поднять надо достаточно быстро, в течение 5-7 минут. Зерно постоянно помешиваем при этом. После того, как подняли температуру до 44 градусов, оставляем наше зерно, то есть перестаем, заканчиваем размешивание и оставляем его на 20 минут. Оно будет опускаться на дно кастрюли. Сыворотка будет полностью отделяться. Зерно будет немножко прессоваться, немножко уплотняться. То есть не мешаем его, не трогаем. Температуру поддерживаем в пределах 44 градусов. 12 минут. Зерно полностью осело. Первое, что нам надо сделать, это слить сыворотку. То есть сливаем до такого уровня, чтобы зерно было покрыто тоненьким слоем. Естественно, зерно желательно не сливать. Шумовкой перемещаем зерно в друшлаг, застеленный марлей, или в нашем случае застеленный органзой. И оставляем стекать на 10 минут. После этого будем делать посол в зерне. Но так как этот сыр предполагает два посола, первый посол в зерне, а второй посол в рассоле, расскажу, как сделать насыщенный соляной раствор для посола сыра. Берем 4 литра воды, доводим до кипения, высыпаем туда 1 кг соли. Тщательно перемешиваем, соль растворяется. Охлаждаем до температуры 10-12 градусов, процеживаем через несколько слоев марли, потому что в соли в любом случае будет какой-то мусор. Но вот у меня не было такого, чтобы мусора не было. Естественно, соль совершенно принципиально должна быть не едированная. Добавляем в этот рассол 5 мл 6% уксуса и 5 г сухого хлористого кальция. Все, собственно говоря, рассол готов. В нем мы сможем солить наш сыр. Мы сейчас его приготовим. Также обратите внимание, этот рассол можно использовать несколько раз. То есть 3-4 раза в нем совершенно спокойно можно солить сыр. Можно использовать и большее количество раз, но рассол будет терять свою насыщенность. То есть он перестанет быть насыщенным, так как часть соли будет уходить в сыр. В таком случае, если хотите использовать больше, просто добавляйте немножко соли, чтобы поддерживать ее концентрацию. Итак, перекладываем все зерно в друшлаг и оставляем стекать на 10 минут. 3 ложки розовой гималайской соли. Не знаю, наверное, по феншую, чтобы была розовая. Но так написано в рецепте. Рассыпаем по поверхности. Давай без горки ложки. Что все-таки 2 посола. Высыпаем по поверхности зерна. Тщательно перемешиваем зерно. Во время посола зерно начнет очень быстро отдавать сыворотку. То есть оно сейчас будет очень... Ну, потечет, скажем так. Тщательно перемешиваем соль. И даем ему еще 5 минут... Не соло, силь, морда не русская. Тщательно перемешиваем соль и даем зерну еще 5 минут стекать. После этого, друзья, готовим форму. Готовим дренажную ткань, которую мы застелим в форму. И будем перекладывать зерно в формочку. Я думаю, что руками проще это сделать, Ларис. 5 минут перемещаем сырное зерно в форму для прессования. Тщательно его вот так вот укладываем и подминаем. В это время можно снять пробу. Конечно, я переживаю за эти два посола. Он должен быть солененький. Видать, будет солененький. Вот это как раз тот случай, друзья, о котором я говорил. Медицинская флизелиновая шапочка очень хорошо подходит вместо дренажной ткани для застилания формы. Она круглая, поэтому оставляет очень мало складок. Это нам посоветовали наши друзья из Подмосковья. Такой лайфхак. Мы теперь активно его используем. Так, интересно. Завтра взвесим, сколько по весу у нас получилось. Монтазио. В общем, переложим. Сейчас переместим. Извиняюсь, не будем перекладывать. Переложивать. Переместим форму. Многие обижаются на слово «ложим». Я его стараюсь не употреблять. Накрываем сыр поршнем и прессуем весом 10 кг в течение 30 минут. Сейчас мы его поставим под пресс. В общем, весом 10 кг. Через полчаса извлекаем сыр из под пресса и перевернем его в форме. Хорошо запрессовалось. Отлично. Прямо так же в дренажной ткани отправляем сырок в форму и прессуем весом 15-20 кг в течение 12 часов. В следующий день, друзья. Извлекаем сыр из формы. Вчера мы с Ларисой приняли такое решение. Сняли дренажную ткань. Еще раз перевернули наш сыр и сняли дренажную ткань, потому что она все-таки оставляет такие нормальные отпечатки. Ну-ка, извлекайся, дорогой. Ну-ка, извлекайся, дорогой. Дренажный ковричик сейчас сниму. Тоже такие нормальные отпечатки оставляет. Аккуратненько снимаем, чтобы не повредить структуру сыра. Вот таким вот образом. Он какой-то очень-очень липкий, этот Монтазио. Мы когда переворачивали, вообще ткань дренажная очень сильно к нему прилипает. Даже коврик так с трудом, такое впечатление, что он приклеился. Сейчас я, друзья, расскажу, что мы делаем дальше с нашим сырочком. Еще взвесим наш получившийся результат. И сырочка у нас получилась 1900 грамм. Отличный результат из 20 литров молока, я считаю. Значит, как мы действуем с сыром Монтазио далее. Первое. Нам надо его засолить. В 20% соляном растворе засаливаем его из расчета 6 часов на каждые 500 грамм сыра. То есть, грубо говоря, 2-х килограммовая головка, значит 24 часа солим. Если килограммовая головка, значит 12 часов солим. Во время засолки один раз сыр переворачиваем. То есть, часто переворачивать не надо. Мы его сейчас погрузим в рассол, он будет плавать. Для того, чтобы он равномерно просолился с обоих сторон, его надо один раз перевернуть. Через 24 часа я этот сырочек извлеку из рассола. И вот на такую вот штуку, ну в принципе можно на любую штуку. Мы используем вот такие вот фиговины от микроволновки, очень удобно. На двое суток при комнатной температуре оставляем его на просушку. То есть, сыр после просушки должен быть абсолютно сухой и у него должна появиться такая легкая корочка. Если он немножко влажный, ну разная влажность может быть в помещении. Разная влажность может быть в принципе, там допустим, если неделю идут дожди, то влажность в помещении даже в квартире будет выше. Поэтому ориентируйтесь не на двое суток, а на то, вот часто такой вопрос задают, а что мне делать, двое суток прошло, а сыр еще влажный. То есть, ориентируйтесь на то, чтобы сыр был полностью вот так вот тактильно сухой, чтобы вы не чувствовали, что он влажный и у него была корочка. После этого отправляем сыр на вызревание в камеру для вызревания, либо же в холодильник. Идеальные условия для вызревания 10-12 градусов температура, 85% влажность. Смотрите, если нет камеры для вызревания, как это сделать? Верхняя полка холодильника, большой контейнер пищевой, нет, не приготовил я. А, вот такой вот контейнер пищевой, да. На дно ложим какую-нибудь решеточку, в частности мы используем вот такие вот решетки, я порезал это решетки для раковины. Сверху дренажный коврик для того, чтобы сыр не лежал на дне, ну прям на пластике. Сверху дренажный коврик и переворачиваем его раз в день. Также раз в день вот так вот крышечку открываем на день, допустим, на ноль закрываем. И получается примерно нужные условия. Конечно, они не совсем идеальные будут, но тем не менее сыр у вас вызрит таким образом. Теперь, друзья, о самом процессе вызревания. Процесс вызревания будет состоять из нескольких этапов. Первый этап – это каждый день мы переворачиваем сыр на другую сторону. Длится он неделю. То есть первую неделю просто сыр переворачиваем. Следующий этап. На следующем этапе в течение двух недель каждый день сыр переворачиваем и протираем его 10% соляным раствором. Потому что мы добавляли сюда бактерии и пробиотики, и на поверхности сыра будет образовываться плесень. То есть каждый день перевернули в течение второй и третьей недели и протираем соляным раствором 8-10%. То есть такой неконцентрированный раствор, скажем так. Вот три недели закончились. Далее. Через три недели у нашего сыра образуется уже такая сухая достаточно плотная корочка. Натираем его медом. Оставляем опять-таки в контейнере или в камере для вызревания на недельку. Опять-таки каждый день его переворачиваем. Смотрим, чтобы не образовывалось. Но после этого плесень уже не должна образовываться. Если вдруг где-то образовывается, то процедуру повторяем. Протираем вначале соляным раствором, потом натираем медом. Вот по завершении этой четвертой недели, друзья, натираем сыр еще раз второй порцией, которая у нас осталась, розовой гималайской соли. Просто берем сверху, натираем. И сыр можно упаковывать. Латекс тут не подойдет. Надо упаковывать либо в вакуум, либо в термоусадочный пакет. Потому что если его оставить так созревать, он очень сильно пересохнет. Но, во всяком случае, такой информацией я владею и получится реально дубовой. Поэтому его надо упаковать. И созревать он может от месяца после этого до года. Но мы ограничимся месяцем. То есть, фактически, первый месяц будут вот эти вот танцы с буднами. Вытирание, весь вот этот вот регламент, он описан в текстовом рецепте в описании видео. То есть, я так рассказал образно. В текстовом рецепте все расписали, как правильно делать, в какие периоды времени. И через два месяца, друзья, мы с вами попробуем монтазио. То есть, мы не дождемся, пока он станет терочным сыром. У нас это будет обычный столовый ломтевой сыр. Но должен быть очень вкусный. Запах вот эта головка издает просто потрясающий. Причем, вот интересно, я не знаю почему это, он сейчас уже пахнет медом. Я думаю, после того, как мы его натрем медом, вообще это будет нечто. Мне кажется, очень достойный должен получиться сырок. Поэтому, друзья, с удовольствием вам представляем этот рецепт. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их, естественно, в комментариях. На все вопросы мы с Ларисой вам ответим. Подписывайтесь на наш канал. Надеюсь, что видео было для вас полезным. А мы, естественно, будем снимать для вас новые интересные рецепты из сыров в том числе. Всего доброго. Пока.